Но только у самых могущественных и влиятельных рас Есть посольство здесь, на президиуме Этот уровень станции сделан специально для элиты, дружочек Для таких, как мы Мне нужно идти До свидания, дружочек Ах, человек Торговец очень рад видеть его в эмпориуме Кто вы? Телесное имя торговца Деланиндер Хотя многие зовут его здесь просто Делан Пусть человек не торопится И изучит замечательные товары торговца Они высочайшего качества Почему вы говорите обо всех в третьем лице? По той же причине, по которой люди задают много вопросов Это часть культуры торговца Ханары говорят о себе в первом лице Только когда общаются с семьей или с любимыми С другими расами они такого себе не позволяют Это их особенность А что именно вы продаете? Только самые лучшие и роскошные товары Которые можно купить за кредиты У торговца есть практически все, что угодно душе человека Естественно, за небольшую цену Кто вы? Телесное имя торговца Деланиндер Хотя многие зовут его здесь просто Делан Пусть человек не торопится И изучит замечательные товары торговца Они высочайшего качества Покажите мне ваши товары Торговец рад услужить человеку Человек не будет разочарован Каторые Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Торговец рад услужить человеку. Человек не будет разочарован. Продолжение следует... 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 Отлично. Думаю, в течение трёх-четырёх месяцев мы воспримем. Никто не стоит такого долгого ожидания. Ну, это не мне судить. Я записала ваше имя, с вами свяжутся. Что-нибудь ещё? Кто такая спутница? Чем она занимается? Это трудно объяснить. Она оказывает разные услуги разным людям, в зависимости от того, что им нужно. Некоторые ищут её совета, некоторые развлечений, а некоторые приходят за удовольствиями. Чаще всего наши клиенты не понимают, что им нужно, пока она сама не расскажет им об этом. Судя по вашим словам, она какой-то оракул. Нет, не в обычном смысле этого слова. Она всего лишь женщина. Женщина, которая обладает широкой душой и умеет сострадать. Я предлагаю вам записаться на приём и сделать свои выводы. А что здесь делаете вы, Неллина? Я одна из служительниц спутницы. Многие из наших клиентов сегодня не увидят спутницу, но они всё равно надеются не остаться без внимания. Наша задача сделать так, чтобы они были довольны. Чем именно вы занимаетесь? У каждой из служительниц есть уникальные способности. Некоторые успокаивают песнями, некоторые разговорами. По мере возможности мы пытаемся подобрать каждому клиенту подходящую служительницу. Моя специальность – прикосновение. Лишь коснувшись вас, я найду напряжение в вашем теле и помогу освободиться от него. Я хочу воспользоваться вашими услугами. Отлично. Я добавлю вас в список клиентов. Думаю, мы сможем принять вас через 3-4 месяца. Никто не стоит такого долгого ожидания. Ну, это не мне судить. Я записала ваше имя, с вами свяжутся. Что-нибудь ещё? Думаю, это всё. Ясно. Что ж, надеюсь, вы ещё вернётесь. Мы всегда рады видеть новых клиентов. Неллина. Да, Шаира. Пригласи капитана в мои покои. Я бы хотела поговорить с ним. Конечно, госпожа. Надо же, похоже, спутница обратила на вас внимание. Она желает видеть вас сейчас же. Куда мне идти? Поднимитесь по лестнице. Она ждёт вас. Это мой первый раз. И почему я не приехал сюда раньше? Вы из Альянса? Мой брат служит рядовым на Земле. Вот так достаточно близко, мой друг. Я слышала о вас много лесного с тех пор, как вы прибыли на Цитадель, мой друг. Чем именно вы занимаетесь? Зависит от того, что вам нужно. Некоторым я даю советы, некоторым – утешение. У меня есть дело, в котором вы с вашей компетенцией могли бы мне помочь. Расскажите мне, что это за дело? У меня есть друг, Септимус, турянский генерал в отставке. Не буду вдаваться в детали, но он требовал слишком многого. Мы поссорились. Теперь он просиживает целыми днями в логове Коры, пьёт и распускает обо мне гнусные слухи. Если бы вы могли поговорить с ним как военный с военным, думаю, он бы прислушался к вашему мнению. Что у вас произошло? Я слишком уважаю чужие тайны, чтобы вдаваться в подробности, мой милый друг. Если он захочет рассказать, в чём дело, это его право. Что именно я должен ему сказать? Воззовите к его воинской чести. Напомните, к чему обязывает его генеральское звание. Если вы убедите его перестать распускать обо мне лживые слухи, я буду очень благодарна. А теперь, мой друг, я вынуждена попросить вас уйти. Меня ждут клиенты. Признаться, я немного нервничаю. Это естественно. Многие нервничают. Потому что не знают, чего ожидать. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...